Гриль Патти 8 августа ТВ и радио на Патриарше представляет Третий городской фестиваль фейерверков Диджей Баттл, лазер шоу, супер фейерверки И хедлайнер праздника Диджей Димит Резин ТВ и радио на Патриарше мы дарим праздник Генеральные партнеры праздника Официальный дилер Ниссан Премьер Авто Спербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашева И цифровой гипермаркет «Матрица» Одна из составляющих формулы успеха современного предприятия Плодотворная кадровая политика Так на заводе полупроводниковых приборов внедрено сотрудничество с учебными заведениями различного уровня При этом как на территории республики, так и за ее пределами В рамках заключенных договоров вузы направляют студентов на предприятия Где те имеют возможность заниматься изучением проблемных вопросов Раскрывая темы в курсовых и дипломных проектах Волжский государственный технологический университет ежегодно выделяет определенное количество бюджетных, подчеркиваю, целевых мест для абитуриентов республики Морел Отличительной особенностью целевого приема является тот факт, что на эти бюджетные целевые места имеют право поступать только лишь те абитуриенты, которые заключат договор о целевом обучении с государственным предприятием или организацией, к примеру, заводом полупроводниковых приборов От такой формы сотрудничества выигрывают все Абитуриент, будущий студент, изначально по договору получает место практики и будущего трудоустройства Сотрудничество осуществляется также и с Марийским государственным университетом, высшим колледжем политехник, Марийским радиомеханическим техникумом В прошлом году заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом Данное соглашение позволяет проводить пополнение кадрового состава профильными специалистами из области технической керамики Исследование и разработку новых керамических составов для развития производства В рамках данного соглашения инженерный и руководящий состав предприятия в 2013 году за счет средств завода повысил квалификацию в Томске Готовится группа специалистов и в этом году В свою очередь томские студенты вот уже второй год проходят производственную практику на заводе Знакомятся со всей линией металлокерамического производства для полного представления о керамическом направлении на предприятие Мы знакомимся с производством, нас водили по всей линии, рассказывали, где какие технологические процессы проходят Очень понравилось производство, все новое, новое технологическое оборудование, ну и сам город очень понравился В середине июля этого года для группы студентов и преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова на заводе полупроводниковых приборов прошла ознакомительная экскурсия. Социально ориентированная работа со студентами очень важна и помогает расширить их понятие о том, где можно применить полученные знания после окончания вуза, какие перспективы их ждут на предприятиях такого уровня, как ЗПП. Студенты вузов-партнеров ЗПП проходят на предприятии производственную и преддипломную практику. Заводом рассматривается возможность прохождения оплачиваемой стажировки студентами 4-5 курсов. По окончании стажировки студенты могут быть зачислены в штатно-постоянную работу при наличии положительных рекомендаций от руководителей стажировки. В рамках программы по обеспечению завода кадрами планируется также мероприятие, направленное на совершенствование механизмов и условий целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения. После того, как сходил в армию, устроился здесь на работу. По целевому направлению я учался в Мариинском государственном университете и теперь я здесь. ЗПП – это предприятие с большой историей. Я знаю, что заводу более 70 лет и поэтому я считаю, что работа здесь – это достаточно престижно. ЗПП – во-вторых, так как у меня было целевое направление, мне было удобнее устроиться именно сюда, так как работу по специальности можно найти не всегда, а здесь мы предложили именно по той специальности, по которой я проходил учение. ЗПП – я давно себе решил, что буду сдавать физику и учиться на инженера. Сейчас и в стране нужны больше инженеры, чтобы поднимать заводы. ЗПП – сразу после института у меня будет работа и у меня будет и зарплата хорошая, и буду я трудоустроен. Для меня вот это главное. С целью подготовки специалистов по образовательным программам высшего образования на учебный 2014 год за счет средств федерального бюджета приказом Миноборнауки России для ОАО «Завод полупроводниковых приборов» выделено 13 бюджетных мест для обучения в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Национальном исследовательском томском политехническом университете и Поволжском государственном технологическом университете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова